Девять европейских стран высказались против введения в ЕС потолка цен на газ, среди них Венгрия и Германия. Об этом рассказал венгерский министр иностранных дел Петер Сиярта, пишет Рейтер. В ходе этого пробного голосования девять стран, включая нас, были против потолка цен. Но так как необходимо квалифицированное большинство, это квалифицированное большинство, несмотря на то, что девять стран были против, набралось, заметил министр. Как уточнил Сиярта, голосовавшие против страны, за исключением Германии, малонаселены и поэтому не смогли составить необходимое для блокировки большинство. Сиярта подчеркнул, что Венгрия в любом случае выступит против лимита, сколько бы раундов голосования не проходило, так как считает его введение опасным для Европы. Напомним, министр энергетики ЕС обсуждают введение ценового потолка на газ. Со дня Бодинского озера в Швейцарии украли 230 литров джина. Пропажа находилась в стальном шаре весом 800 килограммов, сообщает «Швейцария Таймс». Компания, выпускающая алкогольные напитки, помещает свой джин в стальной шар, который опускают на дно озера и хранят там в течение 100 дней, благодаря чему джин приобретает особый аромат. В этот раз, когда водолазы нырнули за грузом, выяснилось, что поднимать со дна нечего. Шар с джином пропал. Они были настоящими профессионалами. Украсть напиток без спецоборудования и подготовки просто невозможно, заявил гендиректор компании Сэлла Фиш, который испытал шок, узнав о пропаже. По его словам, место погружения шара всегда держалось в секрете. Фиш отметил, что большинство бутылок джина были предварительно забронированы и оплачены. Теперь компания понесет большие убытки. Надеяться на страховку тоже не приходится, так как, по словам директора, в практике страховых компаний не было ни одного подобного случая. В казахстанских вузах начнут обучать блокчейн-инженерии. Новые образовательные программы станут доступны в 2023 году, пишет Капитал. Подписан меморандум между Министерством науки и высшего образования, Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, Акционерным обществом Центр развития платежных и финансовых технологий Национального банка Республики Казахстан и Байненс Казахстану о предоставлении образовательных материалов по блокчейн-инженерии. Казахстан стал первым государством в мире, которое внедряет типовую образовательную программу по блокчейн-индустрии в масштабе всей страны. Наши студенты получат доступ к новым знаниям и смогут освоить последние технологические тренды в этой индустрии, подчеркнул министр науки и высшего образования Сайасат Нурбек. Он отметил, что на современном этапе развития технология блокчейн применяется не только в криптоиндустрии, но и во многих других сферах жизнедеятельности. К примеру, мировые бренды используют эту технологию для аутентификации своей продукции и защиты от контрафакта. Китайская транспортная компания Alibaba применяет блокчейн в качестве электронной накладной, позволяющей отследить перемещение груза от производителя до потребителя. Обучение профессиональных кадров по этой технологии и потребность современного рынка труда, сказал министр. Сейчас мы ведем работу по обновлению образовательных программ в рамках подготовки региональных атласов профессий. Порядка 70% программ уже обновлено. В результате мы будем внедрять в вузах абсолютно новые специальности, в том числе и блокчейн-инженеров. В пилотном режиме образовательная программа по блокчейн будет внедрена в 22 казахстанских вузах. На Гавайях открывается крупнейший в мире 30-метровый телескоп. Он станет самым гигантским телескопом, когда-либо построенным в мире. Его стоимость составит более 2,6 миллиардов долларов, пишет Хайтек. Глаз Вселенной — это оптический инфракрасный телескоп. В его создании принимал участие целый конгломерат индийских ученых, инженеров и промышленных предприятий. Кроме Индии, в его разработке и строительстве участвовали США, Япония, Канада и Китай. Телескоп позволит нам заглянуть с расстояния в один световой год в нашей Солнечной системе в раннюю Вселенную или примерно 13,7 миллиардов световых лет от нас. Представьте себе его мощность, рассказал один из разработчиков телескопа. С его помощью ученые получат более полное представление о планетах, звездах, галактиках, экзопланетах, туманностях, в немыслимо далеких областях, кажущейся бесконечной Вселенной. В настоящее время работают два крупнейших телескопа, оба космические — это телескоп «Хаббл» и новейший космический телескоп «Джеймса Уэбба». С телескопами текущего поколения, работающим в оптическом, ультрафиолетовом или инфракрасном диапазонах, невозможно увидеть многие вещи из-за их ограниченного размера и разрешения. Но ТМТ откроет доселе неизвестные пути к пониманию тайн и таинственных явлений огромной Вселенной, истинные размеры которой все еще ускользают от человека.